Киберспорт 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 Как продавлять Интервью Ну, именно кемера футбольного нет пока. Мы вроде как хотим начать запустить какой-то проект, чтобы уже с игроками какой-то контент делать. Но пока еще непонятно. Вообще у клуба есть ютуб-канал, свой именно. Там постоянно Сергей Николаевич Тротышный ездит с игроками на выезда, постоянно снимает внутреннюю кухню. И вообще наш канал, наш клуб считает из-за этого именно самым открытым, потому что он снимает то, что за кулиси. Вот. Но посмотрим сейчас действительно, как я буду работать с футболистами в плане контента. Может быть что-то придумаем, какие-то опять же челленджи, не знаю. Но это самое банальное, что можно сделать. Я постоянно в клуб приезжаю, там раз в неделю стабильно где-то, вот общаюсь с кем-то, с работниками клуба в основном. Если выпадет, там с тренировкой совпадет, с футболистами можно пообщаться. Опять же мы с ними в интернете бывает переписываемся. Вот. А так в тренировках, конечно, не участвую. Хотел бы я, если честно, если была возможность. Ну вроде как Сергей Богданович там может, наверное, разрешить на одно-две тренировки максимум. Но особенно сейчас, в конце сезона, когда сборы, можно, наверное, поехать, побегать. Но опять же, когда идет сезон, понятно, что я не могу просто прийти и начать тренироваться с командой, играть с ними в квадратах и так далее. Это все-таки абсолютно разный уровень мышления, готовность опять же. Все-таки я сейчас не профессиональный футболист. Никогда, в принципе, им не был. Поэтому я думаю, ни один тренер не позволит просто так вмешиваться в тренировочный процесс. Но я думаю, как вот один раз исключение все-таки он может сделать. А ты ведь раньше делал попытки быть футболистом, да? Это было в Уфе? Да, ну я как родился в Уфе, понятное дело, с самого детства занимался футболом. В принципе, там до 14-15 играл. Сейчас просто любительский уровень. Опять же, я ушел в ФИФУ во многом из-за того, что где-то действительно были проблемы определенные, ну были травмы, которые сказывались. То есть там нужно было просто перетерпеть год-полтора и все было леглось. Но опять же, когда тренируешься каждый день на жаре, а тут сидишь играешь в ФИФУ, зарабатываешь какие-то карманные деньги действительно. А тогда уже там всякие зотоки еще были, там начинаешь выигрывать, уже начинаешь там, ну действительно, а по детям-то тебе не платят денег. И тут ты думаешь, нафиг тебе тренироваться на жаре, там два раза в день, когда можно сидеть дома, пить колу и зарабатывать на этом. Плюс потенциал я в себе увидел большой, потому что в первый же год своей карьеры я там топ-3 онлайн Европы был. И на следующий год я уже там выиграл серебро ЕСЦ во Франции. Сейчас ты бы не жалеешь, чтобы был этот путь именно к тебе спортсмена? Не, я нисколько не жалею, потому что опять же, никто не знает, как бы сложилась именно моя карьера, стал бы я футболистом, не стал. Плюс какого уровня футболистом бы я стал, да, опять же, нарос бы там до премьер-лиги, а может и выше, или там играл бы в ФНЛ, второй дивизион. Это тоже нужно понимать, что как бы футбол нужно либо, ну, например, я хотел бы играть в премьер-лиге условно. Я считаю, что там у меня, безусловно, есть потенциал, был потенциал, ну, возможно, и есть, остался, опять же, там, я не знаю, там, играть, потому что, я думаю, что в скорости принятия решений, там, я, в принципе, не уступаю. Но, нисколько не жалею, если говорить сейчас, потому что, опять же, кто знает, как бы было, и, условно, вот наклонения нет, нет смысла, в общем, об этом думать. Есть такое мнение, что большие футболисты, они какие-то сокрытые, что они, да, как-то застыкли на себе, это правда? Нет, даже если ютуб-каналов и посмотреть, там, в любой футбольной команде очень много внутри, именно, вот, того, что не видят люди, там, очень много фана, опять же, постоянно все прикалываются друг на другом. Закрыты они именно только на людях, возможно, опять же, у нас так повелось, да, что в России, там, и футболисты не любят общаться с прессой особо, неохотно идут, потому что там могут где-то перевирать, вот, плюс, ну, вопросы где-то некорректные задают, возможно. Но, ну, и футболистов там особо не обязывают, я так понимаю, потому что, действительно, как там, вот, я смотрел интервью, там, Дудя, вот, который сказал, что, действительно, там, если взять европейских футболистов, то они понимают, что там их медийка, их вот этот вот эпатаж, он тоже важен, чтобы там, за них болели, их любили там все. Нашим футболистам пофигу, типа, ходят на стадион, не ходят на стадион, ну, как, пофигу, понятно, что всем приятнее играть, когда стадион полный, но, как бы, они там, грубо говоря, на это не особо влияют, там, где-то и игрой, где-то и тем, что просто не работают с аудиторией и сами клубы, возможно, как-то правильно, вот. Ну, закрыто, я думаю, в основном, все-таки из-за порой некорректных вопросов журналистов и заголовков потом, которые вылазят, я думаю, никому не охота в такие истории попадать. Давай туда отойдем от футбола, перейдем к киберфутболу. Топ-3, это успех? Это провал. Ну, это не провал, но обидно то, что я понимаю, я сильнее соперника своего вчерашнего. Опять же, я не спал больше суток, но, тем не менее, когда приехал сюда, был такой более-менее бноречком, так скажем. То есть, не сказать, что я там засыпал прямо на ходу, пока играл. И сказалось то, что вчера мы играли на телеках. Вот, мы играли на телеках, поставили телек, у которых задержка была просто какая-то нереальная. То есть, ты отдаешь пас, он там через 2 секунды его отдает, и ты играешь в такие замедленные шахматы, где нужно заранее что-то прожимать. Ну, и показать не одну игру там просто было невозможно. Тем не менее, я в двух из трех играх доминировал, но за три матча я не забил ни одного гола. То есть, ну, это реально говорит о том, что как бы что-то не так с техникой, ребят. Каким бы я ни был там плохим, может быть, вы там можете сказать, что вот, и там сам виноват, и так далее. Но FIFA такая, что не забить ни одного, это же явно что-то не то с условиями. Поэтому обидно, потому что завтра бы я играл в финал, если бы поставили мониторы, как сегодня. Но вот сегодня уже поставили мониторы, игралось очень комфортно. Я выиграл два матча, довольно уверенно, хотя первым пропускал, но понимал, что если буду играть, продолжать свой футбол, то в конечном итоге я все-таки дожму. И вот в обоих матчах я там по три гола, по-моему, забил. Это довольно хорошо, шесть голов за два матча. Опять же, вчера бы эти мониторы, я думаю, завтра бы мы готовились к финалу. У Тика немного другое мнение было по отношению к сегодняшним противостояниям. Кроме этого, в Пейлос с Тризером, как тебе арена, как тебе место проведения в новый стадион? Новый стадион, он на месте старого стадиона. Опять же, думал, что я здесь просто один-единственный ламп до этого играл, вот в МКС еще. Это был ЕСЦ-14, российский этап. И я выиграл квоту тогда. И я сюда тоже приезжаю, такой радостный, думаю, сейчас на победные традиции продолжим. Но так получилось, что фигово получилось, в общем. Но стадион крутой, мне, в принципе, все нравится. И я думаю, ФКС получит много пищи для размышлений после этого турнира. Опять же, мы им вчера уже сказали, может быть, где-то не очень корректной формы о том, что телевизоры – это полная лажа. Но сегодня уже мониторы, и все в порядке. Поэтому они быстро учатся. И плюс я знаю людей, которые здесь работают. Опять же, большое уважение, на самом деле. И тут, опять же, и Кубок России, они так сделали, что все оплачивают. Ну, короче, организация на самом деле топ. Единственное, вот техника подвела все. Что ты можешь сказать по поводу соперников, которые вышли в топ? Потому что отборочные были довольно легкими почти для всех. То есть это реально топ-4 на сегодня в СНГ? Это не то. Ну, не хватает. Если брать СНГ, то понятно, что это не топ-4 абсолютно. Ёжик Украина не участвовал в отборах. Лоботряс Украина, который за Динамо Киев играет, не участвовал в отборах. Потому что ПК, опять же, были отборочные. ФКС тут тоже ошиблись. То есть они все играют на Пейстейшене. Сделали на ПК. Тимон тот же, который сейчас в топ-3 СНГ точно входит. Он тоже не участвовал в отборах. Он снялся с них из-за проблем с ПК, насколько я понимаю. Или коннекта там с соперником каким-то. В общем, не всех устроили отборочные. И многие не отбирались. Но те, кто сюда приехал, если взять меня, Антона и Кирилла из Оренбурга, именно если взять российскую сцену, исключая ТИКО, то, конечно, мы там входим в четверку, наверное, лучших в стране. И ТИКО входит в четверку лучших на Украине. Поэтому, в принципе, это топовые игроки, которые не случайно сюда попали. Если взять опять же онлайн-этап, мы там все четверо вышли с первых мест в своей группе, не потеряв, там даже в ничью ни разу не сыграли. А, ничьи просто не было ничьей. То есть мы там вышли, пять из пяти выиграли в основном этапе. И вот попали в финальный. Поэтому, я думаю, все логично. Четверо сильнейших, которые играли на квалах, они и прошли. Какие планы на будущее? Какие турниры предстоят? Скоро выходит в FIFA. В СНГ, ну как скоро? Наверное, скоро уже демка появится, да? Да, потестить. И что под турниром? Демка появляется там, по-моему, только в сентябре. За пару недель, там за три недели до выхода. Вот. Пока еще рано. Есть еще турниры. Будет FIFA, крутой финал ежегодный. В августе в Лондоне 400 тысяч долларов призовой. Опять же, будет тяжело туда попасть, потому что почти все отборочные были в онлайне. Вот. И они были таким образом, что там, в общем, преимущество у европейских игроков из-за того, что сервера стоят на их стороне. Вот. Опять же, ни один игрок из СНГ не отобрался через онлайн. Это говорит о том, что действительно, ей спорт стоит проразмыслить над борочными в FIFA 18. Но это был первый год такой, их кимраспортивный. Они реально с этого года вливают, там, общий призонт их турнира в этом году, там, больше миллиона долларов. Получается, что они с этого года только начали вот так вот активно вливаться и обещали к следующему, ну вот, к выходу FIFA 18 исправить все. Посмотрим, я думаю, с каждым годом все будет лучше и лучше. Тут же по турнирам остается вот FIFA, на который, возможно, получится отобраться через клубные, отборочные. Для игроков футбольных клубов они сделали один или два слота там, по-моему. Вот, то есть приедут, наверное, ребята там с Войсбурга, PSG, но, тем не менее, есть шансы, опять же, потому что, как бы, топ-игроки наши, они не уступают топ-игрокам Европы, если спокойно подготовиться. Вот. Помимо FIFA, так особо турниров не будет. Вот, через месяц будет Кубок России от Федерации Кимарафутбола, но и так я пока не слышал, не слышал больше о каких-то турнирах. Но, я думаю, будет еще летом парочка таких неплохих. Тогда какие-то последние слова Уфе и твоим бывшим фанатам Рокса, я думаю, что о тебе остались хорошие воспоминания и некоторые до сих пор переживают за тебя. Ну, я надеюсь, что хорошие воспоминания, потому что, действительно, больше трех лет в команде и это моя первая команда была. В какой-то момент я даже думал, что я готов играть в Рокс постоянно, типа, перманентно, там, до конца карьера игровой. Но так получилось, что ушел в Уфу, и это во многом, конечно, связано и с турнирами от Российской футбольной премьер-лиги, потому что все-таки у тебя должна быть определенная привязка к футбольному клубу. Вот. Но сейчас посмотрим, как все сложится дальше. Всем, действительно, большое спасибо и Good Game, Рокс, футбольному клубу Уфа, безусловно, за то, что они для меня делают. Вот. Я буду стараться получать свои результаты, потому что так получилось, что с конца 2015-го, там, по осенью 2016-го у меня была серия из семи выигранных LAN-турниров подряд, очень крупных. Вот. И тут, с начала 2017-го, череда вторых мест. Я проиграл в финал Кубка РФПЛ, я проиграл в финал чемпионата РФПЛ, проиграл в финал Кубка Мэра в Казани, игроку из Испании, причем ввел там на последних секундах. Проиграл вот позавчера в финал в Узбекистане крупного турнира, чемпиона мира по версии там ЕСЦ 2014, Иранцу. Ну, там тоже определенные факторы сказались, конечно. Ну, и я не скажу, что на меня там как-то психологически это давит, но уже охота поднять трофей. Я приезжал сюда с хорошими мыслями, но, к сожалению, техника подвела, и теперь уже исправляться остается только на следующих турнирах. Это серия каких-то неудач, это не следствие того, что ты поменял команду. Ну, мне бы не хотелось так думать, опять же, потому что теперь, типа, я же не могу вернуться туда. Ну, как, может и могу, конечно, но тут вопрос, конечно, не в этом. Но Уфа делает для меня очень многое, на самом деле. Может быть, конечно, там есть какие-то определенные нюансы, внутренняя кухня, когда у нас там какие-то конфликты, еще что-то. Ну, не то чтобы конфликты, а там недопонимания, скажем. Но я думаю, все-таки, в первую очередь, это моя вина, моего отношения, подхода и так далее. Спасибо. Спасибо тебе.